Как сказал Эдна Мот, не оглядывайся назад, а то это отвлекает от настоящего. Но сегодня мы займёмся как раз этим. Посмотрим на технологии, места и предметы, которые нам знакомы, и увидим, как они изменились до неузнаваемости. От первых телефонов и наушников до весьма причудливого внешнего вида фруктов. Итак, вот вещи, которые раньше выглядели иначе. КОЛЯСКИ Дети дорогие. 18 тысяч долларов в США, например. Но это плата за роды в больнице, а не буквально за ребёнка. В общем, если у вас будет ребёнок, вам наверняка нужна коляска. И хотя сейчас есть много разных видов, первоначально они были совсем другими. В прошлом у родителей было не так уж много вариантов для перевозки своих крикливых чад. Их можно было носить, например, в корзинке или старинном слинге. Даже Мария носила маленького Иисуса в чём-то вроде слинга, если верить картине Джотто 14 века. Однако череда изобретений привела к неожиданному появлению знакомой нам коляски. Уильям Кент был архитектором и создателем мебели 18 века. В то время он был очень знаменит, и люди часто обращались к нему, чтобы он придумывал разные вещи. В 1733 году третий герцог Деванширский попросил Уильяма создать транспортное средство для детей. Тогда Уильям предложил четырёхколёсную тележку с запряжённую козой. Этакая козляска. Хотя очевидно, что позволять таким животным таскать ребёнка в тележке рискованно, этот транспорт стал довольно популярен в высшем обществе Британии. Конечно, дети и козы – милое сочетание, но я могу представить, что произойдёт, если отпустить их без присмотра. К счастью, в 1830-е годы американец Бенджамин Поттер Крэндл создал более безопасную версию. Уже без коз. Она, как и последующие вариации, получила название «перамбуляторы», и с ней передвигаться с ребёнком стало намного легче. Но сначала она была популярна лишь в высшем обществе. Только когда королева Виктория купила коляску в 1847 году, изобретение полюбили. И с тех пор без него никуда. А теперь люди перевозят в колясках чихуахуа. Предками этих бедняжек были волки, проявите хоть немного уважения. Телефон. Трудно представить мир без телефона. У 91,4% населения есть мобильник. А исследования показали, что в среднем мы тратим приблизительно треть времени бодрствования, сидя в них. Кого же стоит благодарить или, скорее, винить? Всё началось с чашек и нити. Все знают, что два стаканчика, соединённые туго натянутой верёвкой, передают звук. Это вызвано тем, что голос говорящего вибрирует в сосуде. Эти вибрации перемещаются по верёвке или нитке, вызывая такую же вибрацию в другом сосуде, воспроизводя звук. Удивительно, но простейшие формы таких устройств создавали очень давно, ещё в седьмом веке в Перу, делая их из кабачков и бечёвки. И хотя это кажется игрушкой для детей, простая идея передачи звуковой информации по проводам породила целую новую технологию. Телефон. Изобретатели знали, что связь на большие расстояния возможна, если использовать те же принципы в большем масштабе, но не с верёвками. Некоторые из них догадались, что звук можно преобразовать в электрический сигнал. И передавать его по металлической проволоке. Идея уже была, а оставалось только понять, кто её осуществит. И в 1876 году Александр Грэм изобрёл телефон. В отличие от смартфона, который помещается в ладони, телефон Белла даже после нескольких улучшений был громоздким и состоял из двух частей. Передатчика и приёмника. Передатчик был цилиндрической формы, примерно как стаканчик. В него надо было говорить, и голос создавал звуковые волны, которые заставляли вибрировать диафрагму. Она приводила в движение магнит внутри железного цилиндра. Возникал электрический сигнал, который проходил по проводу и намагничивал катушку в приёмнике. Вторая диафрагма тоже вибрировала и воспроизводила другие волны. Так совершалась телекоммуникация. С годами, благодаря развитию технологий, дизайн телефона сильно улучшился и претерпел больше преображений, чем Мадонна. Хорошо, Александр Белл стал отцом телекоммуникации, но кто придумал смартфоны? И когда появились первые такие телефоны? Обычно задумку приписывают IBM. В 1994 году там создали Simon. Термин «смартфон» ещё не придумали, и IBM назвала своё устройство персональным коммуникатором. В нём были все необходимые функции смартфона, например, звонки, сообщения, калькулятор, календарь и мировые часы. А ещё тачскрин и стилус. Во многих отношениях Саймон оказался технологией, опередившей своё время. Но, к сожалению, он плохо продавался. В нём было много функций, он стоил аж 900 долларов, но держал заряд всего час, так что в нём мало кто заинтересовался. Удалось продать 50 тысяч гаджетов, а потом его сняли с продажи через полгода. Телефоны с тачскринами не впечатлили людей в 94-м. Им куда больше понравилась технология телефонов-раскладушек. Но согласитесь, они были крутые. Логотипы Хорошему бренду нужен хороший логотип. Иногда бренды меняют его, чтобы выглядеть современнее, и я прекрасно ощутил это на себе. Но сейчас мы взглянем на логотипы, которые изменились до неузнаваемости. Давайте начнём с Макдональдс. Эта компания зародилась в 37-м году, когда Патрик Макдональд открыл киоск с хот-догами и гамбургерами AirDome. Однако в 40-м году его сыновья Моррис и Ричард переименовали его в Макдональдс Барбекю и сменили логотип. Когда стало понятно, что в основном люди приходят за гамбургерами, логотип снова изменили на такой. Но только в 52-м году название официально стало просто Макдональдс. Первым логотипом обновлённого бренда стал этот человечек, который, видимо, олицетворял котлету бургера. К 60-му году с ним распрощались, и тогда появились знаменитые золотые арки, вдохновлённые уникальной архитектурой ресторанов сети, которую разработали ранее. И хотя арки с тех пор определённо изменились, основа логотипа по сути остаётся прежней. Другая компания, которая меняла свой облик – это Apple. Хотя сейчас она славится минималистичным и современным дизайном, первый логотип в 76-м году напоминал средневековый. Сейчас логотип очень простой и понятный – яблоко. Но это нельзя сказать про оригинальный, созданный Рональдом Уэйном и изображающий Исаака Ньютона под яблони. Видимо, в Apple поняли, что это слишком сложный дизайн, и через год его изменили на более простой и теперь известный логотип, который потом упростили ещё больше, сменив радугу на чёрный и серый цвет. И вот ещё один пример. Помимо группы ABBA, Икея, пожалуй, лучшее, что подарила нам Швеция. Одного взгляда на сине-жёлтый логотип достаточно, чтобы увидеть шведские корни. Но при открытии в 51-м году Ингвар Кампрат хотел, чтобы логотип был красным, так как цвет означает низкие цены. Тем не менее, три года спустя, в 54-м, Икея сменила цвет на коричневый. Лично мне это напоминает скорее навоз, а не дешёвую мебель, если честно. И только в 67-м году появился известный нам логотип Икеа. А самое главное событие произошло в 85-м, с появлением тех прекрасных фрикаделек. Лучший экспорт Швеции. Товары для красоты Если что-то и меняется с каждым десятилетием, так это тренды красоты. Из-за этих изменений мы уже забыли, как смешно и нелепо выглядели некоторые технологии, помогавшие модницам. Для начала, тем, кто носит косметику, помогает прекрасное средство, закрепляющий спрей, который не даёт макияжу стереться из-за пота или влаги на лице. Но, конечно, в 47-м году такого чуда ещё не было. И Макс Фактор, косметическая компания, основанная Максимилианом Факторовичем, придумала весьма интересное решение. Это спасение от похмелья. Оно предназначалось для актрис, снимающихся под софитами, и позволяло охлаждать лица, но при этом не повреждало макияж. По сути, это надеваемый лоток с кубиками льда. Их можно было делать, наливая внутрь воду. Разумеется, эта идея не прижилась. Её ждал холодный приём. К сожалению для всех, кто жил в 80-е, химическая завивка вернулась. Но знаете ли вы, что первые аппараты не завивали волосы, а выпрямляли их? В 28-м году афроамериканская парикмахерша Марджери Джойнер запатентовала устройство, которое разделяло волосы на секции и нагревало их током, в результате чего они выпрямлялись. И хотя благодаря ему чернокожие женщины могли щеголять прямыми локонами, белые женщины с его помощью делали завивку. Конечно, финальный результат вызывает много вопросов, но и внешний вид самого устройства бесспорно ужасает. На что только не идут ради красоты. Кстати, возможно, я скоро верну свою завивку. Фрукты Природа подарила нам множество вкусных плодов по всему миру. Но не все фрукты, которые мы любим, выглядят так, как планировала природа. Например, бананы. Изначально они были совсем не такими вкусными и легкими в употреблении, как мы привыкли. Ведь они, как и их дикие родственники, которые встречаются в некоторых уголках мира, имели твердую кожуру и большие семечки, из-за которых они были несъедобны. Дело в том, что знакомые нам бананы – это результат многовековой селекции. И им специально уменьшили размер семечек, объединяя растения с самыми предпочтительными чертами. В итоге в современных бананах практически невозможно увидеть семечки. Но даже нынешние сорта довольно сильно изменились за последний век. С 1870-х по 1850-е самым популярным сортом в США был Громишель. Эти бананы выглядят похоже, но они всё же отличаются от тех, которые мы покупаем сейчас. Громишель был сливочным, насыщенным, сладким и, судя по всему, лучше современных бананов. Если этот сорт такой идеальный, почему его не существует? Несмотря на всё это, у Громишель была ахиллесова пита – фузариоз. Эта грибковая болезнь распространилась по почве и поразила банановые деревья, и они увяли и перестали плодоносить. Болезнь поразила плантации, уничтожив урожай. К концу 50-х Громишель уже не могли выращивать в коммерческих масштабах, и он потерял звание самого популярного сорта. Но возникает вопрос. Что мы тогда сейчас едим? Это называется бананы Кавендиш. Производители знали о фузариозе ещё в конце 19 века, а в начале 20-го начали создавать сорт бананов, устойчивых к болезням. И так появился менее вкусный, но похожий на Громишель сорт Кавендиш, который и заполонил супермаркеты мира. Но изменились не только наши любимые бананы, но ещё и арбузы. Да, освежающие плоды, которые мы едим в жару летом, на самом деле отличаются от плодов, которые были в прошлом. Просто посмотрите на картину 17 века Джованни Станчи. Если присмотреться к двум не очень сочным арбузам, можно увидеть, что у них по шесть треугольных сегментов, с мякотью в которой полно больших косточек. Эксперт по селекции культур Джеймс Нинхойс в восторге от картины и утверждает, что она идеально показала раннюю форму арбузов. Считается, что эти плоды появились в северо-восточной Африке и были одомашнены как источник воды и пищи примерно 4000 лет назад. С тех пор его разводили, чтобы уменьшить семена и кожуру и сделать мякоть сочнее и слаще. После всех этих изменений мне вот стало интересно, могут ли ученые сделать вкус брюссельской капусты менее похожим на пук? Санта Клаус В прошлое Рождество, ближе к полуночи, я оставил печенье специально для Санты. Я был так взволнован, что не мог заснуть, а в доме слышались какие-то странные звуки. Наверняка это был Санта. Я радостно вскочил с кровати, открыл дверь, но увидел лишь родителей, кладущих подарки под елку. Так я узнал, что Санта Клаус не настоящий. Но после этого печального случая я решил выяснить, откуда он вообще взялся. И, скажем так, когда-то он не был веселым толстячком. В христианской традиции у каждого святого есть собственный особый день, в который люди по всему миру устраивают разные празднества в его честь. Один из самых любимых – Святой Николай. Греческий епископ 4 века, который был щедр к беднякам. В средневековье люди начали отмечать его день 6 декабря и дарили детям подарки накануне. Со временем день этой традиции сместился на 24 и 25 число. И Святой Николай стал этаким волшебным персонажем, связанным с Рождеством, подарками и детьми. Но как Святой Николай превратился из священника в веселого толстяка? Интересно, что это разительное преображение произошло из-за поселенцев в Нью-Йорке. Голландские поселенцы привезли свои традиции в колонии, в том числе в Новый Амстердам, ставший Нью-Йорком. Среди них была мифологизированная версия Святого Николая, которого называли Синтерклаас, в биографию которого вплели элементы языческого бога Одина, который летал по небу на восьминогом коне. Замечаете сходство? К XIX веку стихи и рассказы о Рождестве и Синтерклаасе породили Санта-Клауса. Первым примером стала книга Вашингтона Ирвинга «Начало XIX века. История Нью-Йорка», в которой он упомянул Святого Николая, летящего в карете и раздающего детям подарки. Несколько позже появилась поэма «Друг детей» Артура Джея Стэнсбери, в которой появились летающие сани с оленями. А Климент Кларк Мур спустя год написал поэму, известную как «Ночь перед Рождеством». И в ней были все классические черты Санты. Там упоминались восемь оленей и их имена, Санта, лазающий по трубам, румяные щеки и упитанность. Так и появился любимый персонаж. Хотя, судя по старинным фотографиям, некоторые люди как-то странно интерпретировали облик Святого Николая и надевали ужасные праздничные маски. «Я предпочту традиционного Николая IV века, а не этот кошмар». Нью-Йорк Согласно евроцентристскому взгляду на историю США, Христофор Колумб открыл Америку в конце XV века. Но на самом деле он и его спутники были лишь незваными гостями. Разумеется, в Америке уже много веков жили коренные народы. Но когда европейцы начали переселяться в Новый мир, их земли изменились так, что их и не узнать. На протяжении веков европейцы и их культура распространялись по Америке. И так появились Соединенные Штаты. И особенно сильно изменился уже упомянутый Нью-Йорк. До таунхаусов и небоскребов знаменитый район Манхэттен или как его называли индейцы Манна-Хатта был лесистой местностью, в которой многие столетия жило племя Линапе. Также здесь обитали дикие животные, такие как выдры, норки и медведи. А еще есть доказательства того, что Таймс-сквер была бобровым прудом. Но в 1624 году голландцы нарекли место Новым Амстердамом. Это длилось недолго, так как англичане захватили его, назвав Новым Йорком через 40 лет. В 18 веке увеличилась миграция европейцев, которые искали землю, богатство и свободу, не говоря уж об африканцах из-за работорговли. Город быстро превратился из фермерского городка в экономический центр, и его стали активно застраивать. Население Нью-Йорка стремительно росло, и к 19 веку места уже не хватало. Перефразируя поп-звезду 80-х Яс, оставалось строить вверх. Так появились высокие здания, которые стали возможны благодаря технологиям вроде прочных стальных каркасов. И бизнесмены принялись проверять, насколько высоко можно строить, придумав термин небоскребы в 1880-е. Они выросли в середине 19 века. Например, обсерватория Латтинг. Деревянная башня с железными опорами высотой 96 метров, которая стояла в районе нынешнего Брайант-парка, пока она не сгорела в 1856-м. В начале 20 века знакомые здания, такие как Крайслер Билдинг, начали занимать своё место. В 30-м году построили Эмпайр Стейт Билдинг, и строительство небоскрёбов продолжилось. В итоге зелёный Маннахата преобразился в каменные джунгли Манхэттена. Но знаменитый город значительно менялся и относительно недавно, начиная с Таймс-сквер. Это место, где раньше жили бобры, превратилось в Лонг-Аккер-сквер к 1870-м, когда появились первые небоскрёбы. В начале 20-го века здесь уже расположилось множество театров, ресторанов и дорогих отелей. Хотя, даже несмотря на вывески, площади было далеко от светодиодных билбордов, которые висят сейчас. Впрочем, и в то время рекламщики видели её потенциал, а потому здания стали постепенно украшать рекламой самого разного толка. Площадь переименовали в Таймс-сквер в 1904 году, когда газета Таймс построила центральный небоскрёб. Сейчас он уже не принадлежит газете, называется One Times Square, и, как ни странно, почти не используется, не считая билбордов на его стенах. Хотя сейчас Таймс-сквер впечатляет. После начала Великой депрессии в 30-е годы богатый район постепенно пришёл в упадок. Некогда престижные театры и рестораны превратились в забегаловки и сомнительные шоу, и сильно выросла преступность. К 70-м годам в районе Таймс-сквер происходило больше всего преступлений в городе. Однако, когда наступили 80-е, горожане захотели перемен. Наверное, из-за той странной аэробики. Власти Нью-Йорка пообещали вернуть Таймс-сквер «Былую славу». К 90-м с преступностью покончили, там стало безопасно, и толпой потекли туристы. А с ними вернулась реклама с билбордами, которые стали ярче и больше, чем когда-либо прежде. Перейдём к последней остановке нашей экскурсии. С открытия 28 октября 1886 года Статуя Свободы стала символом Нью-Йорка и культовой скульптурой. Но знаете ли вы, что она выглядела иначе? В 1865 году французский интеллектуал и аболиционист Эдуард де Ла Булле предложил создать Статую Свободы в знак дружбы Франции и США. Скульптура бы ознаменовала столетие независимости и демократии Штатов, ценностей, свойственных и Франции. Созданная скульптором Фредериком Бартольде, Свобода стала сочетанием трёх известных образов. Первым была Колумбия – женское олицетворение Соединённых Штатов. Вторым образом стала Либертас – римская богиня Свободы. А третьим был римский бог Солнца по имени Непобедимое Солнце. Как этакий божественный монстр Франкенштейна появилась статуя. Но знаете ли вы, что она не была зелёной? Когда она только пересекла Атлантический океан, она сверкала оранжево-коричневым цветом меди, из которой её изготовили. Дело в том, что под воздействием природы медь подвергается химической реакции патинирования, и она становится голубовато-зелёной. Создатели статуи наверняка знали об этом изменении, учитывая их большой опыт в работе с медью. Но перемена цветов статуи Свободы наверняка озадачила многих горожан девятнадцатого века, которые заподозрили, что достопримечательность позеленела от тоски по Франции. Наушники Многие люди не могут жить без наушников. Не знаю, что бы я без них делал, но не так давно их даже не существовало. Чтобы понять, как появились наушники, нам нужно вернуться немного назад и вспомнить про телефоны. В самом начале для звонка по телефону сперва надо было связаться со специальным оператором, который вручную соединял звонок через центральную панель. Эти станции были забиты телефонистами, каждый из которых обслуживал группу людей. Поэтому громкие переговоры были ужасно непрактичными. Эзра Гилли Лэнд, изобретатель девятнадцатого века, создал, как считается, первую версию наушников. Его устройство, основанное на технологии громкоговорителей Белла, состояло из наушника, располагаемого на одном плече, и микрофона, который лежал на другом плече, позволяя говорить и слушать одновременно. Это была примитивная версия гарнитуры. Представьте, каково было бы играть в таком. Вскоре наушники превратились в устройство, предназначенное скорее для развлечения, нежели для работы. Позже им удалили микрофон и сделали их значительно меньше. И так появился электрофон, выпущенный в Англии в 1895 году. Без радио и спутифай в конце девятнадцатого века наши предки были вынуждены ходить на концерты, чтобы слушать музыку. Поэтому электрофоны служили своего рода услугой по подписке, доступной в Лондоне. Абоненты могли слушать живое выступление через специальные наушники, а музыка транслировалась по телефонной линии. Элегантно держа наушники в форме стетоскопа под подбородком, люди могли вовсю веселиться, не выходя из своих гостиных. Впоследствии технология эволюционировала, появились крепления на голове, а также другие улучшения, вызванные интересом военных к ней. И со временем наушники стали напоминать те, которыми пользуемся мы. Сейчас, благодаря беспроводным технологиям, носить наушники стало намного легче и удобнее. Так что, если у вас из уха опять выпадет эйрпод, подумайте о бедных людях из прошлого, которым приходилось ходить с этими штуковинами у головы, если им хотелось что-нибудь послушать. Лондонский мост Лондонский мост – одна из знаковых достопримечательностей. От неоготического стиля до гидравлического разводного… А, стоп, простите. Это Тауэрский мост. А вот это лондонский. Ну да, Лондонский мост не так впечатляет, но знаете ли вы, что у него было четыре разных версии? Историки считают, что самый первый построили в 43-м году н.э. римляне, когда они основали город Лондиний. В то время мост через Темзу, скорее всего, был понтонным. То есть, он состоял из деревянных опор, которые лежали на лодках. Он открыл удобный торговый маршрут. И по этой причине Лондонский мост так и остался на этом месте. После того, как римляне покинули Британию в 383-м году, через Темзу строили различные деревянные версии моста, которые быстро рушились. Но в 1176 году священник Питер Колчерский решил соорудить каменный мост. Его строили 33 года, но продержался он еще целых 600 лет. Особенно примечательны были его облик и предназначение. По нему не просто перемещались из пункта А в пункт Б. Лондонцы расширили его функции и воздвигали дома прямо на мосту. В определенное время на нем жило где-то 500 человек. Это были шатки и деревянные строения, в которых жили горожане и останавливались купцы и путники. Тесный, шумный мост был весьма опасным, как доказали случаи 13-го и 17-го веков, когда произошли пожары. Подобно Фениксу, лондонский мост все-таки выстоял, хоть и нуждался в реставрации. Однако жилые дома на мосту окончательно снесли в середине 18-го века, чтобы расширить его для передвижения торговцев и пешеходов. Правда, к началу 19-го века, после множества пожаров и обрушений, мост оказался в удручающем состоянии. Власти решили построить новый мост на 100 метров к западу от изначального места. Этот лондонский мост открыли в 1831 году, и он держался 130 лет. К 1962 году, однако, выяснилось, что он держится из последних сил, из-за чрезмерного веса автомобилей. Поэтому лондонский мост снова перестроили уже в нынешнюю версию. Созданный инженером Гарольдом Ноксом Кингом, он получился неприглядным. Но если хотите полюбоваться предыдущим лондонским мостом, отправляйтесь в Лейк-Хавасу-Сити в Аризоне. Серьезно? Когда лондонский мост снесли в 60-е, власти города выставили его на аукцион. Роберт Маккаллах, основатель Лейк-Хавасу-Сити, приобрел мост за 7 миллионов долларов, перевез его в Штаты и затем в последующие три года перестроил лондонский мост в Аризоне. Кажется, это самый американский поступок. Пирамида Пирамида Хеопса одной из семи чудес древнего мира. Она стоит на протяжении четырех с половиной тысяч лет и еще держится. Да, она немного поизносилась, как и все мы, но знаете ли вы, что и она выглядела по-другому. Когда-то Египет был одной из самых богатых и влиятельных цивилизаций. Им правили фараоны, которые считались помазанниками самих богов. Они были где-то между человеческим и божественным. Из-за этого люди верили, что величие фараонов нужно сохранить даже после смерти. Их хоронили совсем необходимым для загробной жизни. Например, золотом, едой, мебелью и другими вещами. Все это скрывалось в крепкой пирамиде, форма которой не только была удобна для большого строения, но и, вероятно, напоминала луч солнца. Это важно, ведь египтяне поклонялись богу солнца Ра. Но как были построены эти божественные сосуды и как они выглядели? Распространено заблуждение, что пирамиды строили рабы. Большинство археологов и историков считают, что рабочие наверняка были египтянами, которым платили. Где-то 20 тысяч жителей Египта перемещали свыше двух миллионов блоков камней, что заняло целых 20 лет. И так появилась пирамида Хеопса. И хотя их труд выстоял проверку временем, некоторые важные особенности были утрачены. Согласно профессору Мохаммеду Мегахеду из Чешского института египтология, изначально пирамида была покрыта белым известняком, который придавал ей гладкий яркий вид, отражающий солнце. Кроме того, она была увенчана камнем под названием Пирамидион, но он либо разрушился, либо был украден. Лучи падали на белый известняк и преломлялись на золотой вершине. И нетрудно понять, почему египтяне верили, что пирамида перемещала фараонов к богам. Считается, что белые облицовочные камни в основном удалили и позже использовали для других сооружений египетские правители. Есть даже доказательства того, что это происходило во времена Тутанхамона. И, конечно же, землетрясения, дожди и природная эрозия за многие века немного потрепали древнюю пирамиду. О, в это факт уже более двух миллионов подписчиков. Так что я бы хотел, чтобы все объединились и соорудили большой каменный монумент, желательно в форме моего лица. Но вы наверняка заняты, так что вместо этого можете лайкнуть видео и подписаться. Этого бы хотели боги, поверьте. Пульты В наши дни на смарт-телевизорах можно делать почти что угодно. Судя по аналитике моего канала, где-то 51% смотрит видео на телевизоре. Все эти новые функции привели к появлению множества кнопок на наших пультах. Однако, на заре телевидения пульты выглядели совершенно иначе. Эксперименты с технологией телевидения начались в 20-е годы прошлого века. Но лишь после войны в 50-е годы его популярность выросла, и оно было у 80% американцев к 60-му году. Но в первые годы кое-чего не хватало, а именно пультов. И нет, никто на них не сидел. Просто они не были распространены. В то время надо было подходить к телевизору, чтобы переключить канал. Ужасно. Но, хотя пульты оставались редкостью до 60-х годов, один из первых был изобретен в 50-м году производителем телевизора в «Зенит». С его появлением людям не нужно было вставать с дивана. И его назвали «ленивой костью». Вот только дизайн сильно отличался от современного. Пульты имели провод, были в форме пули и обладали всего тремя функциями – громкостью, настройкой и включением. За это граждане платили еще 30 долларов, что на минуточку составляет примерно 375 долларов в 2023 году. Клиенты оценили простоту работы пульта, но часто жаловались на громоздкий кабель, который был опасен. «Зенит» прислушался и представил модель Flashmatic в 1955 году. Первый беспроводной пульт. Он задействовал световой луч для связи с приемниками телевизора, хотя плохо работал при дневном освещении. Его дизайн помог внедрить беспроводные технологии, пусть из-за непродуманности телевизора и выходили из строя, если солнце ярко светило на один из датчиков. Не идеально, когда поглощен новым сезоном любимого сериала. И на этом на сегодня все. Напишите в комментариях, какие из этих историй заинтересовали вас больше всего. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок